Всем привет, друзья! Накрыл меня приступ аутизма. Не, ну ты индейец, я балдю! Бам-бам! Приступ технического аутизма. Снова я вот про вот этот аппарат. Я хочу показать, да, сейчас я его подключу. Смотрите, вот он на зарядочку, да, вот так вот блок питания. Сейчас он подзарядится, следом сам, на наших глазах. Сейчас посмотрим. Зеленая лампочка загорится. Я к чему снимаю это видео? У меня есть пятнашка, старушечка, автомобиль. На улице минус 13 сейчас, по-моему, да, минус 13 градусов, зима. И сейчас нам предстоит ее заводить. О, включилась зеленая лампочка. Смотрите, стою в тапках, в носках, смотрите, какие носки. Я его предварительно заряжал, этот аппарат. Это бустер. И в нем есть еще насос, компрессор. Я уже показывал, тема никому не зашла. Типа это тупизм. Ну, ну и пусть. Кому надо, тот посмотрит. Канал на тему всяких гаджетов, девайсов, инструментов, техника, изобретения. Там, ну, с замахом на диайвай, да, ну, это выражение диайвай, блин, на самоделке. Хотя еще я самоделки особо не представлял, кроме всяких ворот. Ладно, это болтология. Короче, вот я зарядил. Сейчас предстоит в минус 13 заводить пятнарку. Пятнарка не хочет на морозе заводиться. Там аккумулятор, ну, как бы полудохлый такой. И пойдем посмотрим сейчас, как это дело будет выглядеть. Опа, сейчас вот так это все выглядит у нас. Друзья, вот я на улице. Так, вот она пятнашечка, старушечка. Кстати, буду обзор, наверное, делать и по этой машине интересной, да. Все делают обзоры на новые тачки, а я буду делать на автохлам. На старушенцию сделаем, да. Вот я бустер вытащил. Притащил его, он заряжен. Сейчас мы сядем в машину и посмотрим, как она не заведется. Ну, это сто процентов, потому что она уже вот за последние дни меня подводила. Ну, и вот про обзор на автохлам. Ну, не автохлам, это шикарная у меня машина, кстати. На ней ездил дедушка, пожилой мужчина. 106 тысяч пробег у машины 2006 года. Вот, слышите, вот я вставил зажигание ключ, и она, она вот защёлкала. Она вообще просто мёртвая. Вот. Всё. Что это с ней, неизвестно. Так, сейчас, секунду, давай посмотрим. Вот я ключ вставил зажигание, повернул. Опа. Оп. То есть, у неё даже сигналка захотела что-то вякнуть и сказать, ну-ка, сейчас. Тут сигналка такая, ни о чём. Так, друзья, видео в режиме live. О. То есть, я не знаю, что это за симптомы. Ха-ха-ха-ха. Ну, машина вот эта шустрая. Вот, дедушка на ней не ездил вообще. Так, открываю капот. Капот ровненько открывается. Всё у неё нормально. Просто она стояла, эта машина, долгое время. Так, сейчас всё, всё открывается нормально. Всё, двигатель, конечно, живой здесь. Вот я её, кстати, вчера забыл крышечку эту закрыть. Я её частенько заряжаю. Вот, ставлю вот этот бустер. Вы представляете себе, вот так вот, она не заводится. Есть силовые провода у людей, да? И начинаешь бегать. Я уже просто бегал когда-то с проводами, просить соседей, всяких автолюбителей, просить, выручи, выручи. Вот я тумблер включил, всё подсоединил. Ключи зажигания. Пойдём заводить машинку нашу, пятнашечка. Ломится она, конечно, на старте классно. Но на 120 км в час она, короче, перестаёт больше 120 ехать. Итак, вот ключ. Поворачиваем. О! О! О, регистрация брелка из-за того, что умерший был аккумулятор. И вот, смотрите, завожу. Опа! И завелась. И вот я остановился на том, что... Так, друзья, если шуршит микрофон, блин, вы меня простите. Потому что съёмка – это нелёгкое дело, как многим кажется. Это такая ответственная вещь. Так, пойду отключу бустер. И вот эта машина, она ломится нормально. Нам на... Так, сейчас, секунду. Отключу. Вот, вырубил его. Сейчас соберу. И она ломится, эта машина. Вот я самоприкурился, да, не бегая с проводами. Вот, как раньше мне приходилось бегать. Сейчас она нагреется, она будет плавно работать. За шуршание микрофона, извините за громкость, за шум, за видео, за качество тоже. За качество тоже не ругайтесь сильно. Так, сейчас я нажму паузу, подождите, сяду и продолжу. И так, друзья, вот сейчас я сел уже без всякой суеты в автомобиль. Вот она, пятнашечка такая вот, нормальная. Пока греется, вот она пока замёрзшая. Так, блин, на телефоне, конечно, вредные камеры такие. Они ничего не хотят держать ракурс, регулировку. Ладно, так, сейчас я включу фары. Вот, видите, табло, подсветка, прогрев заднего стекла сразу врублю. Пусть погреется слегка. О, чек загорелся, нормально. Ошибку выдаёт. Раньше не было чека. Так, ну ладно. Суть в том, что вот этим бустером я самоприкурился, да. Раньше приходил, у меня были старые машины давно, в 90-х годах, иномарки. У них тоже высаживались аккумуляторы, и приходилось частенько зимой бегать с силовыми проводами, просить многих, там, соседей, любителей выручить, да, прикури машину. Там кто-то соглашался, кто-то не соглашался. Водители, которые, ну, солидарность соблюдают на авто, да, ну, вообще, такую человеческую, да, они выручали, а есть, были вредные такие, да ты чё, или наоборот, спрашивали, а чё это такое? Да не, нафиг надо, ты чё? Ну, некоторые просто нормально объясняли, что, ну, ему вредно, для его машины вредная такая процедура, да, ну, нежелательно, или там, на гарантии, или ещё как-то. Ну, это можно было понять. Ну, обычно мужики, вот, на четырках, на четвёрках, на жигуленках, на классике выручали всегда беспрекословно, ну, без всяких, там, припадков высокомерия. Подъезжали, выручали, там, кто-то брал соточку, кто-то, наоборот, категорически отказывался, там, не-не, ничего не надо, я тебя так выручил. Вот, собственно говоря, видео об этом бустере, об таких случаях, и вот с таким бустером, ну, не приходится теперь бегать с проводами, сам, сам вот так вот, сам себя завёл спокойненько, сейчас она нагреется. Вот, пожалуйста, потух, чек, ну, восстановилась, она нагрелась, вот, нормально. Эта машинка, кстати, бомбическая, я ещё раз повторюсь, вот, друзья, посмотрите это видео подробно. Для чего я это показываю? Для того, чтобы, ну, люди знали, что вот есть такой девайс, и не надо, ну, то есть, обзаведитесь, он стоит вообще копейки, я посмотрел в интернете, он стоит копейки, этот бустер, джамп стартер, да, вот этот прикуриватель, да, пускающий ещё, да, называют, да, автопускать. 5 тысяч рублей, ну, для такого девайса, это копейки, я считаю, 5 тысяч, и я, кстати, его разбирал, я, ну, всё никак не удавалось мне снять, поверьте на слово, я его разобрал, я офигел, там, аккумулятор, знаете, какой, там идёт гелевый аккумулятор, там такой аккумулятор, как в скутерах, да, чуть-чуть побольше, там, силовой, тяговый аккумулятор, там, написано на нём, да, такие аккумуляторы ставят сейчас в электромобиле, ну, там в электромобилях литиевые, да, литий-гелевые, а здесь просто гелевые. Про литий не сказано ничего, литий-ионный, да, но что этот бустер бы стоил бы тогда 1050, если бы это литий-ионный был, вот, и плюс на морозе он бы высаживался, а тут просто гелевый. Гелевый аккумулятор отдельно я посмотрел 13 тысяч, что это, а вот в этой штуке он стоит, но я знаю, что люди разбирали вот такой вот бустер, и там просто идёт, этот, как, свинцово-никель-кадмиевый, или как он там называется точно, свинцовый, в общем, аккумулятор. А у меня гелевый, то есть это, наверное, разные какие-то поколения или разные поставки, и вот он у меня не высаживается никогда, то есть можно запустить 10-15 машин этим бустером, да, с высаженным аккумулятором, и он тянет даже вообще дизель и наглухо высаженную, вообще умершую, настолько умершую машину он просто заведёт, вот, вот об этом речь. Друзья, вот такой вот обзор, спасибо огромное за то, что смотрите мои никчемные видео, спасибо за то, что подписываетесь, всем пока, увидимся в новых видео.